Школьникам могут запретить пользоваться электронными гаджетами на уроках. Сегодня Верховный Совет в первом чтении рассмотрел поправки в закон об образовании. Подробности у Аллы Горбатенко. Давно просят и родители, и учителя. Так, в Верховном Совете объясняют появление нового законопроекта. Телефоны мешают учебе, страдает дисциплина на уроках. А на переменах дети не отдыхают и мало общаются друг с другом. Зачем, если есть гаджет? В Приднестровье решили последовать примеру России, где в конце прошлого года законом ввели запрет на пользование телефонами в школах. Самое важное, пожалуй, даже не в запрете дела, а в том, что учитель становится более защищенным, нежели это было раньше. И более того, он получает возможность апеллировать и к комиссии по рассмотрению спора в учебном заведении и некоторые другие моменты. Каким будет наказание для нарушителей, законопроект не предусматривает. Это будет прописано в других нормативных актах. А вот в каких случаях школьники смогут пользоваться гаджетами и когда им будут выдавать мобильники на переменах или после уроков, все детали депутаты вместе с представителями Минпроса проработают ко второму чтению законопроекта. Где они будут храниться, я думаю, что это тоже техническая деталь. Может быть, в какой-то корзиночке, которые в некоторых странах уже созданы для этой цели. В Российской Федерации, например, предполагается, что это, возможно, будет сдано учителю, который ведет урок, и опять-таки находиться у него на столе. Я полагаю, этот вопрос уж как-нибудь мы все отработаем. Запрет на мобильники в школах действует в Греции, Азербайджане и Таджикистане. А в России запретили использовать личные гаджеты школьников даже в образовательных целях. У нас, скорее всего, до таких крайних мер не дойдет. Но это станет известно уже скоро, когда законопроект примут в окончательном чтении.